В сегодняшний воскресный день Святая Церковь напоминает нам удивительное событие, которое произошло в жизни Иисуса Христа. Однажды в субботний день Спаситель шел в Иерусалимский храм, а по дороге в Иерусалимский храм с правой стороны находится овчая купель. Она так называется потому, что там омывали овец перед жертвоприношением. Удивительное свойство было в этой купели, когда ангел Божий сходил на эту воду, она возмущалась, то есть по ней шла некая рябь. И это было знаком для тех людей, которые лежали рядом, ожидали всевозможных исцелений. Потому что тот, кто первым входил в эту воду после возмущения воды, то есть тогда, когда на нем пошла волна, получал исцеление, яцем же недугом одержим бы ваше, сказано в Евангелии, каким бы не был одержим недугом. Очень много, соответственно, людей больных, страждущих, пожилых лежали, стонали, ожидали этого возмущения воды для того, чтобы первым войти и получить исцеление от своих болезней. Там находился один человек, который был очень тяжело болен. Он был парализованный, расслабленный. И лежал он возле этой купели 38 лет. И вот идет среди этих страждущих людей Христос. Он зашел туда, где страдают люди. Нужно сказать, что там, где люди страдают, там Христос. Там, где они веселятся, там, где шум, веселье, танцы, изобилие еды, питья, там Бог не нужен. Зачем там Бог? Там все есть. Люди наслаждаются жизнью. А вот там, где страдания, где боль, где ранения, где слезы, там Христос. Вот сейчас на фронте молятся все. Если кто когда-нибудь был в госпитале, а нам доводилось быть в военном госпитале, там Христос. Там реально люди каждый час, каждую минуту молятся Господу. Господи, исцели. Господи, утоли мои страшные страдания. Господи, дай мне перенести все то, что выпало на моем жизненном пути. В это место страдания заходит Христос. Он проходит и видит этого человека. Давайте обратим внимание на то, что Христос видит. Он знает, кто страдает. И не ропщет, а со смирением несет свой крест. Он подходит к нему и спрашивает, хочешь ли быть здоров? Казалось бы, какой странный вопрос. Кто же не хочет быть здоровым? И этот человек вдруг подумал, неужели нашелся тот, который меня опустит в эту купель, когда она возмутится. Потому что все, как правило, больные, забывают о ближнем. Каждый думает о выздоровлении только своем. И как только возмущалась вода, расталкивая локтями других, каждый старался попасть туда первым. Потому что только первый, входящий в воду, был здрав. И отцем же, недугом одержим бы вашим. И так как не было, кому поднести этого парализованного человека, у него не работали ноги, он не мог подойти. То, конечно, он очень долго лежал, и один перед другим заходили, толкались. А он все лежал и лежал. И вдруг, неужели, наконец-то пришел тот человек, который меня первым опустит. Но Христос был не из тех, кому нужно было взять и погружать в купель. Достаточно было сказать слово Христу, возьми одер твой и иди домой. Как? То есть мы не будем погружаться в купель, мы не будем ждать ее возмущения. Как? И он ощущает крепость ног. Он ощущает силу рук. И он встает. Он берет свою постель. И идет среди тех, которые смотрят на него и удивляются. Они поражаются. Куда пошел этот несчастный? Он пошел поблагодарить Бога. Он пришел в храм, чтобы, наконец-то, получив здравие, сказать Господи, слава Тебе. Как часто мы забываем о том, что мы, получая исцеление, обязаны Господу. Потому что Господь дает крепость нашим рукам и силу ногам нашим, силу дыхания нашему, силу сердцебиению нашему. И когда мы заболеваем, мы должны в первую очередь обращаться ко Господу. Если еще нет болезни, то нужно стараться очистить свою душу от всякого греха. А если уже она ожидает или какая-то операция, хирургическое вмешательство, тем более, нужно обязательно очистить грехи свои и покаяться пред Господом осодеянным. Только тогда, как это было на Руси, никогда, дорогие братья и сестры, врачи, не принимали на операционный стол больного, если он прежде не исповедается в своих грехах в церкви. Они отправляли в храм Божий, пойди покайся в грехах своих, а потом приходи ко мне, я помогу тебе, как смогу, как Бог даст. Помните молитву, которую мы возносим пред образом Божьей Матери Всецарица. Ум и руки врачующих нас благослови. Должны помнить о том, что врачуют нас руки людей, но благословленные Богом. Потому и просим благословения нашим докторам правильно совершить операцию, правильно назначить диагноз, чтобы мы исцелились. И если мы поправляемся, мы обязаны приходить к Богу и благодарить Господа за выздоровление. Яцем же недугом одержим бы ваш. Каким бы ни были недугом больны, нужно прийти и обязательно поблагодарить Господа за выздоровление. Вот Христос, исцелив этого человека, как бы возвращает его в храм. Но что происходит с этим человеком, который получил исцеление? Когда заходят фарисеи и видят его здорово и возмущаются. Казалось бы, надо было возблагодарить Господа здоровым за то, что они видят живым и здоровым больного, расслабленного, парализованного человека. Но фарисеи изумляются. Кто исцелил тебя в субботу? Ведь в субботу нельзя ничего делать. Почему ты носишь с собой даже свой одр, свою постель, на которой ты лежал? Кто дал тебе право что-то брать в руки и носить в субботу? Ведь в субботу по иудейским законам ничего нельзя делать. В субботу даже нельзя ходить больше двух тысяч шагов. Знаете, две тысячи шагов больше нельзя. Ничего нельзя делать в субботу. Такой иудейский период покоя. Почему Христос обличает иудеев и говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Что же вы делаете? И что же происходит с этим несчастным, но теперь уже исцеленным человеком? Он говорит, это человек, который ко мне подошел. Смотрите, он как раз оправдывается. Говорит, это не я, я вообще даже не знаю, как его зовут. Но это он. И он выдает своего целителя. Кто же это был? Кто же это сделал? И этот человек оказывается неблагодарным. Хотя совсем недавно слышал от Христа слова. Обратите внимание на эти слова, которые сказал Христос этому исцеленному человеку. «Если ты здрав был, то впредь не согрешай, чтобы не случилось с тобой ничего горшее». Какие удивительные слова, сказанные Христом каждому из нас. «Если ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой ничего горшее». Амортия. Что это за слово? Грех. В переводе с греческого языка означает промах. Не попадание в цель. Ты промахнулся. Что такое грех? Грех по Иоанну Богослову – это всякое беззаконие. Всякое отступление от Бога. От веры в Бога. От Его святых заповедей. Это является грехом. И возмездие за грех – смерть. Поэтому болезнь – это еще легкое напоминание о смерти. Легкое о смерти – напоминание о том, что ты заболел. Вот почему так важно молиться, чтобы ты не умер. Потому что любая болезнь может стать смертельной. Дорогие братья и сестры, нам так важно не забывать об этой временности нашей жизни. И если Бог дает нам временное здоровье, и тем более, что мы с вами чувствовали тяжесть греха. Этот мрак, когда мы с вами согрешили. Как было плохо нам. Как нам не хотелось никого видеть. И как нам не хотелось, чтобы кто-то в эту минуту видел нас. Потому что нам было так плохо, так тошно. Мы так ненавидели себя за то, что мы сделали. Вот это туго, вот это то последствие греха, которое совесть наша пробуждает нас изнутри. Она не дает спать, она угрызает. Она мучает человека. Она спать ему не дает. Что ж ты сделал? Вот что такое грех. Он повреждает природу человека. И душу, и тело. Вот почему повреждение души не бывает без повреждения тела. Вот почему церковь зовет, покайтесь и здравы будете. Исповедайте грехи ваши и исцелеете. А люди говорят, не буду каяться. Ну что ж ты тогда удивляешься, что ты так болеешь и страдаешь. Поэтому, дорогие братья и сестры, вывод из этого сегодняшнего евангельского благовестия достаточно глубок. Помни последнее своя. Помни о смерти. Потому что смерть и размышление о смерти дает глубокий смысл нашей жизни. Смерть открывает перед нами значение нашей жизни. Потому что если мы о ней не думаем, что она может наступить внезапно. Ведь надо помнить не только о смерти, но и о внезапности смерти. Особенно в наше непростое, многотрудное военное время. О внезапности смерти мы должны помнить. А потому должны жить так, чтобы сегодня предстать пред Господом. И вот те, кто сегодня исповедал грехи свои и соединился со Христом, тому умирать не страшно. Потому что вы с Богом очистили свою душу и соединились со Христом. А потому те, кто не причащался или еще пока думает, а я тут просто постою, свечку поставлю. Не откладывайте, дорогие. Исповедайте грехи свои. И Бог, будучи праведен, как сказано в Священном Писании, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Вот потому, дорогие, так важно нам сегодня вспомнить об этом. И выйдя из храма, не забыть быть благодарному Господу за наше исцеление. И напоминать тем, кто когда-либо заболеет, об обязательной исповеди, обязательном причащении и терпении. Нужно потерпеть. Больной 38 лет терпел, пока к нему пришел Христос. А мы хотим вызравить сразу или дней за два, за три, за недельку. Надо и поболеть, надо и потерпеть. Потому что терпением мы укрепляемся. Терпением вашим спасайте души ваши, говорит Христос. Я поздравляю всех вас, дорогие, с праздником Пасхи Христовой. Радуйтесь этому великому периоду светлого Христового Воскресения. Потому что она так нам с вами пригодится. Это радость о победе жизни над смертью, о победе добра над злом Христос. Он победитель, Он свет, Он радость, Он источник нашей жизни. И потому чем чаще мы будем прибегать к этому источнику, тем здоровее будем. И тем, если загрязним свою жизнь, очистимся, как в овчей купеле, без ожидания того, что она возмутится водою своей и исцелит нас. Нас исцеляет Христос. И нам не нужно идти в Иерусалим. И не нужно омывать себя в овчей купеле. Нам нужно прийти на исповедь и сказать такие простые, но спасительные слова. Господи, прости меня, каюсь, помилуй меня Божие, повелицей милости Твоей и помножествую щедрот Твоих. Очисти беззаконие мое. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.